Байден сдался Путину. Путина заподозрили в применении тактики дзюдо. Байден согласился учитывать обозначенные Путиным красные линии. Если верить выводам провластных российских СМИ, то Москва однозначно переиграла Вашингтон во время переговоров. Хотя даже в Госдуме говорят всего лишь об осторожном оптимизме. Эта встреча американский лидер, похоже, ждал с нетерпением, так как в начале диалога он не сдержался в выражениях радости. Медиа в России старательно поддерживает портрет сильного лидера. Если Путин на встрече один, значит он храбрый. Если рядом с Байденом помощники, он немощный. Спустя час после завершения саммита появилось всего одно, но показательное фото. Путин проводит переговоры без посредников, Байден в компании помощников. На столе у Владимира Путина блокноты и несколько шариковых ручек для заметок, аппаратура для конференц-связи и все. Байдену в ситуационной комнате, самом защищенном месте резиденции американского президента, помогали сразу четверо. Среди них и глава Госдепа Энтони Блинкен. Настоящая причина настолько разной картинки отличия в протоколах. Администрация Белого дома – команда. Она приходит и уходит вслед за президентом. Кремль – территория одного человека, фактически бессменно остающегося у власти более двух десятилетий. Для Владимира Путина принципиально важно, что он встречался с Байденом, что он был сам и выдержал эту встречу, что эта встреча не хуже встречи Си Цзиньпина, что их, по сути дела, трое таких настоящих пацанов на весь мир. Это он, Байден и Си Цзиньпин, и они определяют архитектуру этого мира. Соответственно, особенно на внутренний рынок это продается, как мужчина и Путин опять всех переиграл. Переговоры закрыты, а значит, интерпретировать первые их результаты приходится по сообщениям пресс-служб. На сайте Белого дома короткая заметка об итогах встречи. К сегодняшнему дню она уже не в топе повестки Вашингтонской администрации. На странице Кремля пространная статья о том, что разговор носил откровенный и деловой характер. И отчет о встрече по-прежнему ключевое событие. Беседа длилась два часа. За это время лидеры обсудили двусторонние отношения и мировую безопасность, иранскую ядерную программу. На самом деле у двух президентов повестка для обсуждения очень и очень широкая. Все-таки на Украине свет клином не сошелся, как бы того не хотел Киев. Попытки федеральных медиа размыть суть переговоров особенно очевидны, если сравнивать их эфиры с тем, что звучит с американских экранов. Президент США выдвинул российскому президенту Путину жесткое предупреждение. Прекращай то, что ты делаешь на границе с Украиной, или готовься к экономическим последствиям. Мистер Байден донес мистеру Путину, цитата, предельно четкое послание. Если Россия вторгнется в Украину, ее ждут серьезные экономические санкции. Главным вопросом для обсуждения была Украина. Байден предупредил, что если Россия начнет военные действия, она заплатит за это очень высокую цену. Провластных российских медиа цитируют исключительно консервативные американские СМИ. В этот раз их мнение отвечает кремлевской повестке. Американские СМИ считают, что для Байдена эта встреча стала главной в карьере. В эфирах телеканалов эксперты и журналисты называют эту беседу лидеров критически важной. И не исключают, что она стала одной из самых серьезных проверок на прочность для Джо Байдена с момента вступления в должность. В обзоры реакции на переговоры попадают только подходящие цитаты и комментарии. Слова для заголовков подбирают специальные. Путин сказал, заявил, объяснил Байдену вред экономических санкций. Любые приемы и инструменты сгодятся, чтобы убедить аудиторию. Москва все-таки переиграла Вашингтон на переговорах.